Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игрляндия. Я думаю, что вы не сможете догадаться, какая же у нас сейчас будет игра. А будет у нас Subway Surf. Только весьма необычный, ведь этот Subway Surf создан на платформе Roblox. Как вы видите, игра очень похожа на оригинал, ведь у нас есть железнодорожный вокзал, герой, за которого мы играем, а также непримиримый полицейский, который нас пытается поймать. И в этой игре также мы собираем монетки, которые впоследствии трансформируются в виртуальные доллары. И уже с их помощью мы с вами сможем прокачивать умения, а также покупать новых героев. Инспектор не зевает, едва мы с вами задели препятствие, он начинает нас преследовать. Как же хорошо, что у нас были активные чудо-кроссовки. Да-да, ребята, вы не ослышались. В этой игре мы также сможем подбирать некоторые улучшения. На данный момент, правда, их совсем мало, всего два. Это магнитик и чудо-кроссовки. Как вы понимаете, эта игра для нас совсем новая. Если честно, я очень удивился, когда смог найти на платформе Роблокс эту игру. А вот и магнит. И, естественно, все монетки будут к нам липнуть. Но только, ребята, время действия магнита ограничено, ведь мы не успели еще его прокачать. Чтобы его прокачать, нужно заработать очень много денег. В данный момент мы играем за Спайдермена. И это платный персонаж. Мы его купили за тысячу монеток. Соответственно, в самом начале у нас было два бесплатных персонажа. И далее четвертый, который идет платный, он стоит целых 15 тысяч монеток. И это очень дорого. Ведь, чтобы их заработать, нам придется провести в игре не один час. Ну вот, нам снова попались чудо-кроссовки. Действие в них совершенно такое же, как и в оригинальной игре Сабвейсерф. Я надеюсь, что разработчики этой игры на платформе Роблокс будут ее развивать. И будут добавляться еще различные улучшения. А также появятся доски для серфинга. Без них игра кажется немножко неполноценной. Собрать все монетки до последней не получается. Только что мы рискнули. И как следствие, инспектор снова у нас на хвосте. Ребята, а вы заметили, что с каждой секундой, проведенной на трассе, скорость у нас увеличивается? И это круто! Смотрите, у нас уже 465 монет. При старте было всего 28. Да, и еще хотелось бы немножко разнообразия. Чтобы трассы были не такими однообразными. Но на платформе Роблокс, скорее всего, это дело реализовать будет сложновато. Смотрю на монетки и думаю, почему же они не липнут к нам? Ведь мы подобрали магнит. А оказалось, что нет. Магнит я пропустил, к сожалению. По-моему, в этот раз мы сможем установить свой новый рекорд. Но мне кажется, что держаться долго на дистанции для тех, кто играет в такие игры, как Gold Run, Subway Sword, не составит никакого труда. 50 тысяч баллов набрали. И это, по-моему, уже наш рекорд. Снова магнит. Как же это хорошо. На такой скорости собирать побольше монеток. Я не знаю, скорость увеличивается и увеличивается. В скором времени я просто-напросто не успею среагировать на какое-нибудь препятствие. Когда закончим забег, нужно будет более внимательно посмотреть на то, что мы можем купить за те монетки, которые заработаем. Отлично! Наконец-то у нас есть в наличии более тысячи монет. Спайдер-мен, как настоящий герой, безошибочно движется по дистанции. Ребята, вначале я сказал, что 15 тысяч будет сложно заработать. Скорее всего, я ошибся. Ведь за один забег можно заработать целую тысячу монет. И чего же ты так радуешься? Конечно, мы совершили ошибку и ты нас поймал. Да, как я и говорил, это наш новый рекорд. И сейчас мы с вами посмотрим, что же можно купить на эти монетки. Можно улучшить чудо-ботинки и магнит. Также можно купить за реальные деньги монеты, что нам не нужно. И еще мы можем покупать различные наборы с какими-то призами. Три персонажа у нас купленных. Так, улучшаем чудо-кроссовки. Следующее улучшение. Две с половиной тысячи монет. Ну, к сожалению, у нас их нет. А давайте поменяем главного персонажа. И возьмем самого первого, который у нас бесплатный. И посмотрим, сколько он сможет собрать монеток. Да, для того, чтобы апгрейдить магнит и чудо-кроссовки до второго уровня, нам придется насобирать целых пять тысяч монет. Ребята, а вы, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам эта игра понравилась или нет. Я смотрю, что на платформе Роблокс очень много различных игр. И каждый сможет найти для себя ту игру, которая будет для него интересна. Ну вот, если бы мы подбирали последнюю монетку, вагон бы нас сто процентов зацепил. Мы бы просто не успели уйти в сторону. 784 монетки. Правда, в данный момент на эти монеты мы ничего купить или улучшить не можем. А интересно, что за шлейф тянется за игроком, когда он делает вираж влево или вправо. Скорее всего, он поднимает кучу пыли. Магнит действует, но, к сожалению, монеток не видно. Только под самый конец его действия появилось немножко монеток. И нам удалось поднакопить их, но до тысячи, к сожалению, ещё не добрались. Отлично, чудо-кроссовки. Я хотел, как и в оригинальной игре Роблокс, перепрыгнуть с вагона на вагон. Но, к сожалению, наш персонаж не допрыгивал. И второй наш забег закончился. Ребята, на этом обзор игры буду заканчивать. С вами был канал Страна Игрляндия. Всем пока и до новых встреч. Ссылка на игровую платформу в описании под видео.